Цветы, шары, улыбки. Праздничным шествием по центральному городскому проспекту Ивановский интердом имени Стасовой отмечает не только 1 май, но и 85-ю годовщину своего образования. Уникальный интернациональный детский дом был основан по инициативе Иваново-Вознесенских рабочих для детей политических заключенных и детей антифашистов. 1 мая – знаковый день в истории учреждения. 1 мая 1931 года был заложен первый символический камень в основании интердома. И уже спустя два года, 1 мая 1933 года школа открыла свои двери. И к нам сразу приехало свыше 140 детей из 26 стран мира. В праздничной колонии не только представители разных национальностей и стран, но и разных поколений. И нынешние воспитанники – те, кто давно шагнул за порог интердома во взрослую жизнь. Их более 150 человек. Всех, несмотря на очевидные различия, объединяет одно – общий дом, большая многонациональная семья. Даже больше, чем семья и братство, потому что семья и братство ты всех знаешь, а тут никого не знаешь, а все к себе так относятся, что невозможно по-другому иначе. И так это было до конца и до сегодняшнего дня. Прошло больше 60 лет с того дня, когда Алие покинула стены интердома. Но она по-прежнему вспоминает это место и благодарна преподавателям, которые научили ее маленькую девочку из Ирана всему. Вселили уверенность в своих силах, подготовили к самостоятельной жизни. Мечтала стать геологом-нефтяником. Я в Москву приехала совершенно самостоятельно. Никаких протежек. Институт закончила нефтяной московский, кандидатскую защитила. Написала 4 книжки. Третью я получила лауреата Губкинской премии, высокая самая награда по нефтяной геологии. Работаю и сейчас в Академии наук в Институте океанологии в России. День рождения интердома для его выпускников праздник особенный. Можно даже сказать семейный. Ведь за годы обучения родными стали и стены, и преподаватели, и, конечно, одноклассники, объединенные общим счастливым детством. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.